Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Это Басков! Это Басков! Да, да, да! Да, да, вот это! Слава, у нас есть версия. Уже? После вот этого жеста? Мы думаем, что если бы вы пригласили Баскова, он бы сказал, если я буду не во Льве, то я не пойду в это шоу. А меньше он не согласился бы. У вас других тем нет? У меня нет других артистов пообсуждать при мне, а? Успокойтесь. Лев, вы очень так брутально мужественны, если не играете. У нас, правда, все практически на эстраде играют бруталов и мужественных, являясь не таковыми. Но у меня такое ощущение, что вам это органично. Вот этот образ. Вы артист эстрады или вы все-таки другого жанра? Филипп, до номера Лев не будет разговаривать. Нам нужно просто разгадать. Даже со мной? Это очень наглый Лев, сразу говорю. Этот же диалог был в московском зоопарке у клетки с альбомом. А я люблю наглых. По сильным и крупным ногам, я думаю, что это наверняка мужчина. По властной походке это 100% мужчина. Но таких ног на эстраде я не помню. Я не помню. То есть вы артистов запоминаете по нагаму? Я не все ноги, конечно, помню на эстраде, не все. А я все ноги помню. Нет, есть ноги особенно запоминающиеся, Филипп, конечно. Мои тем более, да. Возможно, этот артист первый раз выступает в Лосинах. Давайте его поздравим. А мне кажется, что вообще это артист, который вообще первый раз на сцене выступает. А мне что-то подскажет, что человек в своем приехал? СМЕХ Я сам не знаю, но может быть это кто-то из братьев Запашных? А может это Цискоридзе? Брат Запашных Цискоридзе, может быть? Ноги сильные, красивые. Выворотность, по-моему, даже наблюдается. То, что он дебютант на большой сцене, я вижу однозначно. По тому, как человек себя представил. То есть он не уверенно вышел? Нет, он наоборот хотел показать, что он очень уверенно. А профессионал выходит на сцену абсолютно уверенно без того, чтобы это показать. А он показал. У меня поэтому есть подозрение, что это не профессиональный артист, но с данными. А представляете, если после этого человек снимет маску, а там артист, который уже 45 лет на сцене? Конечно, он пытается просто запутать всех. Осанка мужественная, очень чувство собственного достоинства. Внутри себя монолог, что, господи, я здесь делаю? Зачем я сюда пришел? Мне кажется, Филиппу надо работать следователем в Следственном комитете. Ты расколешь любого чиновника таким образом. Просто я немножко Баба Ванга. Болгарская все-таки связь. А, все-таки что-то болгарское тебе говорится. АПЛОДИСМЕНТЫ Вау, прям, вау! Вау! Я знаю этот голос, но я не могу понять, кто это. Я думаю, это Доминик Джорджин. Это Сэм Смит! А я думаю, это пасто палок. А я вообще не могу понять, кто не думает. Я не могу понять, кто Там ещё от меня. Браво, Лев! Полнейший восторг! Я сейчас был честно в шоке, когда Лев взял вот эту шикарную высокую ноту. I'm gonna sweat. Это было просто мурашки по всей кожи, честно. Слава! Слава! Это ты его озвучивал? Нет. Знакомый голос, знакомая интонация какая-то, но спел хорошо, да? Шикарно спел. Я видел вашу эмоцию, вы просто обалдели. Наши многие версии отпали. Я беру свои слова обратно. Это человек, который, конечно же, выходил на сцену не раз. Я не знаю, добился ли он какой-то популярности большой, потому что стиль его музыкальный, он достаточно чужд, так скажем, для восприятия широкими миллионами масс в нашей стране и такой музыки. Но Регина танцевала в течение всей песни. Потому что Регина имеет... Регина чужеродный элемент. Она заслана ЦРУшниками в нашу программу. Она объездила весь мир, преимущественно в хороших местах, но приучилась к хорошей музыке. Так я подумала, что это поет Сэм Смит. Мне прям показалось, если в нашем шоу такое возможно, что вы привозили зарубежных артистов, Регина, друзья! Да, такое возможно. Кто знает, кто знает, Сэм Смит очень часто вот так вот стоит на сцене. И Лев наш вот так какое-то... Вот, время стоял! Я реально подумала, что это Сэм Смит. Регина, я думаю, что это Сэм Смит есть, потому что не было еще и такого уж сильного акцента, когда Лев пел по-английски. Совершенно верно. Поэтому давайте возьмем свои слова обратно насчет первого артиста. Значит, это Сэм Смит, а до этого был Робби Уильямс. Все. А, ну все, теория рухнула. Я считаю, что, судя по накачанным бедрам, очень спортивный человек стоит и вот такие берет высокие ноты, поэтому оба этих параметра совпадают. Там Гарик Харламов. А что вы смеете? Вы бы слышали, как он поет в караоке. Он ровно так и поет. Вот ровно так поет. Правда, шансон, но так. Регина, ты точно знаешь, где сейчас твой муж? Вот у меня такое же сомнение с самого начала. Мне кажется, что это Топалов! Да нет! Да почему? Да нет, Гарик, куда такие что, ноги? Нет, ну такие что, замужем? Во-первых, я один удивился этому факту, а не тому, что там Топалов. Какие они болтуны-говоруны. Да нет, я не могла, в смысле, не узнать голос своего мужа. А фишка в том, что в этом шоу, в этом шоу нужно обязательно менять свой голос, чтобы члены жюри не угадали, кто это. А Топалов еще тот мастер менять свой голос. Он же мне постоянно названивает ночами голосом Софии Ротару, говорит, приходи на мой концерт. Прости, а где я в этот момент, когда он тебе названивает? Я хочу тебя спросить, где ты бываешь в этот момент? А ты с Сергеем Лазарем где-то ездишь по гастролям. Может, там Сергей Лазарев? Нет, нет, Сергея там нет. Уважаемый Лев, у тебя бывали случаи отмены концерта в Самаре? Нет, такого не было. Обычно я не езжу по гастролям. Обычно я охочусь на косуль. Сплю под пальмами. Прошу прощения, а вы из столицы, товарищ Лев? Я из столицы яркого солнца. Там, где всегда тепло, жара. Но, кстати, у вас очень аппетитные ножки. Так, я замужем, я замужем. Слышишь, ты Лев, она замужем. Ты Лев, Мев, не интересует уже. Слушай, так тогда точно топал. Чумаков. Чумаков. Ребята, это Чумаков. Нет. Ну, может быть, почему нет? Смотрите, Чумаков, рост там он крепкий. Ноги у него сильные. Ноги Атланта. Ноги Атланта. Голос, музыкальность. Голос крутой. Финальная версия. Кто может скрываться под маской? Жена, да. Все по-другому. Тимур, кто скрывается под маской? Значит, у меня все это время мысли были от Апалове. Извини, Регин. Только в контексте шоу. Очень смешно. Только в контексте шоу. У меня вопрос. Было ли в жизни Льва такое, что его где-то на каком-то канале запрещали? Если честно, у меня есть собственный канал. Animal Planet. Все, я о тебе узнал! Это Эмин! Нет, это Никита Пресняков! А может, это Виктор Рыбин из группы «Дюна»? Подождите, а может, это Эмина Галаров? В любом случае, это было великолепное выступление. Браво! Браво! И как артиз, и как музыкант. Это было здорово! Продолжение следует.